приветствую всех на своем канале жизнь на юге Англии меня зовут Галина сегодня у нас 9 ноября 2022 года и сегодня я хочу с вами погулять вдоль берега океана вернее пролива English Channel пролива Ла-Манш вот я гуляю здесь долго целый день и даже сегодня я покажу вам шикарные виды никогда не показывала вам ночной прибой и ночной океан и вот так прекрасно он выглядит не успела солнышко зайти за горизонт как тут же появилась луна а луна у нас сейчас полная ну и сегодня как обычно мы с вами поговорим о жизни я расскажу вам последние новости новости в Англии новости у нас на острове ну и наверное тоже какие-то новости которые случились непосредственно со мной а еще вы знаете долго я думала стоит ли не стоит мне рассказывать о вас мои подписчики и мои зрители вот никогда мы не говорили именно об этом а мне кажется что уже настала пора и поговорить те кто давно смотрит мой канал уже наверное знают что я веду свой блог с 2017 года вот уже на протяжении пяти лет и всякое конечно случалось по мере продвижения моего канала ну вот сейчас у меня 71 тысяча подписчиков и это конечно очень много но наверное вот этот груз ответственности который теперь лег на мои плечи он оказался не по сильно для меня тяжелым да вы знаете наверное и не только для меня потому что вот как то получается так что я когда начинала свой канал я хотела показать своим зрителям в основном конечно это русскоязычные это зрители из стран бывшего советского союза которые скорее всего на острове на этом никогда не побывают а может быть даже и представления не имеют и не имели раньше как живут люди допустим великобритании и я с превеликим удовольствием все это рассказывала показывала объясняла отвечала на вопросы ну и как то все хотелось мне с добром позитивом как то поднять настроение всегда об этом говорила самое главное enjoy your life наслаждаться жизнью но вот получается так мои уважаемые подписчики хотела по привычке сказать друзья мои но уже теперь не буду так говорить как то вот отбили мне охоту и я долго опять не выходила к вам на связь не потому что у меня для этого не было времени или у меня не было готовых для вас сюжетов а именно потому что я просто не нахожу последнее время в себе сил читать все эти комментарии и слушать всю эту грязь негатив вы знаете какие-то незаслуженные абсолютно обвинения оскорбление в мой адрес вот я уже по моему говорила что я заблокировала тут людей очень много порядка тысячи и сейчас я продолжаю их блокировать вроде как немножко стало полегче когда я объяснила людям что но если вам не нравится мой канал уходите не нужно писать какую-то гадость и гнобить вот блогера и ведь это не только я вы знаете такие проблемы имею в основном сколько я сейчас смотрю блогеров женщин я в основном женщин конечно смотрю моего возраста и вот они нет нет да и тоже начинают возмущаться почему за что столько негатива столько злости льется на нашу бедную голову а вы знаете сколько труда нужно вложить для того чтобы сделать вот такое видео 15 20 минут на и все вам снять сначала на камеру придумать сюжет потом это все озвучить потом это все смонтировать и выложить для вас это порой уходит вот у меня например сутки я бывает сижу озвучиваю монтирую делаю ну и спрашивается для чего зачем я это все делаю трачу свое время бегаю придумываю что-то для вас как-то вас заинтересовать увлечь показать что-то интересное но и получается что я от этого даже позитива не имею ладно что уже монетизация закрыта но еще и позитива никакого нет ведь сплошной негатив и мне вот многие пишут тоже мои адекватные нормальные зрители конечно таких у меня тоже очень много ну вот и они мне говорят да не обращайте внимание ну что вы галина обращайте внимание не обращайте на это внимание но понимаете я же обычный человек я не могу не обращать внимание но все равно она откладывается я уже думаю не читать вообще комментарии отключать комментарии может быть что-то нужно с этим делать потому что знали бы вы еще сколько у меня там фильтров стоит есть такая история что я ставлю фильтры на некоторые слова вот такие вот оскорбительные и там вот столько тоже попадает туда этих комментариев которые пишут что просто невыслимо но и эти фильтры не помогают иногда умудряются так написать что сквозь любые фильтры проходят это все и она все равно доходит до меня и как говорится вот ложка дегтю она испортит бочку меда и здесь такая же история а вот по ютубу среди блогера входит вот эта картинка может быть кто-то уже видел она довольно популярная вот как нельзя лучше как раз показывает отношение к блогерам и вы знаете что сейчас этой проблемой на ютубе заинтересовались даже психологи говорят что уже доводят многих блогеров почти всех уже до такого состояния что люди не выдерживают многие бросают свой вести канал многие срываются просто уже знаете в оскорбление и в неадекват полный совершенно вот я например пыталась много раз на не обращать внимание да вот как говорится проглочу все этот весь этот негатив попереживаю тут немножко порасстраиваюсь и потом я начинаю успокоившись продышавшись как ни в чем не бывало вам опять новое видео снимать вот сейчас меня опять допекли и достали поэтому специально уже вот это вот я не могла просто так оставить эту тему пройти мимо нее ничего не сказал как ни в чем не бывало нет уже так не получается поэтому снова целое видео я посвящаю тем людям которые смотрят мой канал пишут негатив осуждают меня судят не зная меня абсолютно вот так вот понимаете с торопях пробежав оскорбляют и у человека потом остается такой негатив практически на всю жизнь и вот я начала вам говорить о психологах которые заинтересовались этой темой потому что она действительно приняла уже угрожающий характер и говорят что надо что-то делать с этим youtube уже тоже заинтересовался этой проблемой говорят что хотят разработать какую-то программу для защиты именно блогеров вот от неадекватных комментариев что просто фильтры они уже здесь не выдерживают такого потока негатива и от чего это происходит ну вот говорят что очень много сейчас озлобленности в людях там проблема там проблема в жизни и вот это все накапливается и получается что людям нужно выплеснуть куда-то этот свой негатив а что из себя представляет youtube здесь можно зарегистрироваться под каким-то ником никто совершенно не знает кто ты что то есть вот таким вот анонимным способом можно злость свою выплескивать на людей и таким образом как как-то успокаиваться они не думают о тех людях на голову которых выливаются весь этот негатив вот вы наверное знаете слышали что в японии уже давным-давно придумали таких кукол для битья пластмассовых пупсов или резиновых которые на огромных заводах на огромных конвейерных предприятиях устанавливаются специально для того чтобы рабочие вот накопив какую-то отрицательную энергию какой-то негатив свою усталость им нужно куда-то это сбросить и вот они там специальном помещении где стоят эти резиновые куклы они туда приходят они их бьют колотят пинают и таким образом успокаиваются и вот получается что сейчас такими резиновыми куклами для битья оказались блогеры и они не защищенные абсолютно потому что еще раз говорю если человек зарегистрирован под каким-то ником ни фотографии никаких неизвестно о нем данных он может себе позволить вот так анонимно делать все что угодно писать все что угодно возможно знаете в обычной жизни вот так вот в лицо человеку может быть и не решился бы сказать а здесь почему бы и нет это все остается безнаказанным вот я говорю что эта проблема сейчас стала очень остро если ей заинтересовались даже психологи а уж что говорить обо мне я не хочу быть вот такой вот резиновой куклой для битья и для того чтобы кто-то просто вот так мимоходом ни за что ни про что мне плевал в душу я вы знаете не хочу срача на своем канале по-другому я это назвать не могу поэтому вот это видео я посвятила вот такой вот знаете теме очень неприятной по крайней мере для меня эта тема неприятная я никак не хотела и столько времени этому уделять но вот как говорится жизнь заставила поэтому я еще раз к вам обращаюсь будьте пожалуйста вежливы не нужно пожалуйста писать грубости не нравится вам мой канал пожалуйста просто уходите найдите себе другой более подходящий для вас